Подарок для юных жителей Верхней Волжьи в Международный день защиты детей подготовил Тверской академический театр драмы. Во вторник здесь прошел спектакль «Малыш и Карлсон», который живет на крыше. Зрителями представления стали 86 семей из 18 районов области. Также для детей была подготовлена анимационная программа и мастер-классы. Раз, два, три. Биф! Бам! Во вторник, 1 июня, в фойе Тверского академического театра драмы царила особая атмосфера. Детский смех, игры и всеобщее веселье. Пожалуй, Международный день защиты детей нужно проводить именно так. Гостями праздника стали воспитанники стационарных детских учреждений, дети из многодетных семей и их родители. В Тверской семье Андрюшиных трое детей. Как признается мама Светлана, поднимать на ноги такое количество ребят, конечно, непросто. Но большую помощь оказывают реализуемые на территории Верхневолжья меры поддержки. Сейчас очень много льгот появилось. Льготы именно по вывозу коммунального мусора, льготы по налогам, которые тоже не актуальны бывают для семей. Плюс бесплатное школьное питание для детей. То есть накормить несколько детей обедом в школе, в принципе, очень помогает. Светлана Андрюшина и ее дети в этот день стали зрителями особого представления, которое для юных гостей и их родителей подготовил Тверской академический театр драмы. На сцене был представлен спектакль «Малыш и Карлсон», который живет на крыше. В репертуаре театра эта постановка уже три года и она, рассказывает режиссер Александр Павлишин, очень полюбилась зрителям. Дети – это самый сложный, самый ответственный и самый искренний зритель. Потому что взрослых еще можно заставить посидеть, если им что-то не нравится. Ну посиди, помолчи, потерпи этот часик, там в Антракте мы уйдем. Детей, если потерять их внимание, все, они начнут шуметь, кричать. То есть это очень важная вещь и в первую очередь для актеров. Это испытание колоссальное, колоссальный экзамен. Впрочем, актеры Тверского академического театра драмы свой экзамен в этот день, кажется, сдали на отлично. Еще бы, ведь для Яны Голубевой и Константина Василенко роли малыша и Карлсона стали по-настоящему родными. Мы так рады, когда приходят целые залы и приедут ребята, что мы все вместе побудем немножко в детстве. Да, и мы очень рады с ними взаимодействовать, играть. Они нам часто, да и как, всегда помогают, всегда отвечают. И нам это очень приятно. Нас это греет и продолжает сохранять у нас вот этот детский огонь, азарт. И дает силы и работы, и для жизни, и вообще для всего. Ох ты, парла, сад! Также в этот день с праздником и началом летних каникул детей и их родителей поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона отметил, что летняя пора – время для новых открытий и получения новых знаний. Кто-то поедет в лагерь оздоровительный, кто-то поедет в спортивный лагерь, кто-то будет вместе с родителями проводить время. Но у всех вас это время будет связано с новыми интересными событиями. И потом уже по осени это будут воспоминания о том, как вы провели его. Также губернатор напомнил о том, что сегодня в Верхневолжье развивается система поддержки детей и их родителей. В регионе создано 28 семейных центров. Продолжается практика поощрения ответственного родительства. Вручается орден «Родительская слава» за воспитание семерых и более детей. Почетные знаки «Слава матери» и «Слава отца» и другие награды. Планируется и далее совершенствовать меры в демографии Верхневолжья, в том числе систему сопровождения многодетных семей. Максимально информировать родителей о возможностях поддержки через социальный навигатор. Он будет запущен уже этим летом. А также развивать трудовое воспитание и другие направления.